Давайте помолимся. Отец, я благодарю Тебя за Твое Слово. Благодарю Тебя за то, что мы имеем Слово вечной жизни. И как Петр сказал, куда нам идти? Потому что у Тебя есть Слова вечной жизни. И мы здесь для того, чтобы услышать Слова вечной жизни. Не только для себя, но также чтобы делиться с еврейскими и нееврейскими друзьями. Во имя Ишуа. Аминь. Мы рассматривали модель, как свидетельство, как апостолы первоначально они делились с Евангелием. С детьми Израиля. И я верю, что их модели очень хорошо следовать. Мы вчера рассматривали послание Петра. Деяние апостолов, третья глава. Давайте сегодня повернем место Писания. Деяние третья глава. Вчера мы практически закончили рассматривать эту проповедь. Но я верю, что нам нужно понимать и помнить, как Петр проповедовал Евангелие. Иногда мы ищем еврейский контекст, когда на самом деле его там нет. И иногда может возникать оно в общем и не быть определенно направленным в еврейском контексте. Но когда мы рассматриваем именно вот эту проповедь, то она еврейская, и она направлена в еврейском контексте. И я думаю, что будучи мессианскими евреями, у нас есть склонность к тому, чтобы искать все еврейское там, где нет даже еврейского. Но большинство Писания, оно природно, оно направлено в еврейском контексте. И все Евангелие было направлено в еврейском контексте. И тут Павел, он также направляет послание свое к евреям. И когда мы рассматриваем эту проповедь, начало, он начинает с обращением к Богу Авраама, Исаака и Якова. И в этом послании он цитирует Тору. И что он говорит о том, что от времен Моисея, и что происходит, что исполнилось Писание, и он направляет все к Иисусу. И в конце проповеди, которую мы закончили вчера, и он сказал, что все пророки от Самуила и после Него, сколько они говорили, также они говорили и предвещали о Мессии. И потом, далее он говорит, что мне очень это нравится, что он побуждает их быть ответственными. И он не только говорит о том, что пророки говорили, но он также обращается к нему, что вы есть дети этих пророков. И этим он делает людей, евреев, ответственность за те слова, которые они услышали. И мне очень нравится этот стих, мне нравится вообще, каким образом он это преподносит. Потому что, когда в Иерусалиме я проповедую или говорю, делюсь Евангелем, у меня очень много противостояния со стороны ортодоксальных евреев. Но в Тел-Авиве, когда я проповедую, то люди, они мирские, они фактически не настолько-таки религиозные, они миряне, сами по сути. И то, что они говорят, о, это хорошо для тебя работает, но это не для меня. Если это тебе заставляет, приводит тебя, и ты счастлив в этом, ну, я очень рад за тебя, но это не для меня. Но это не для меня. Но мне нравится стратегия, которую Петр использует в этом стихе. Что он пытается сказать в этом стихе, что, будучи евреем, еврейским народом, мы ответственны за те слова, которые мы услышали здесь. И путь, по которому он держит их ответственными. Он не только говорит, что это ваши пророки говорили, поэтому слушайте. Потому что это, в общем-то, можно сказать. Но он также говорит, что вы есть сыны пророков. И какая линия, какой прекрасный путь, чтобы свидетельствовать еврею. Чтобы сделать обращение к личности человека и этим побудить его быть ответственным за те слова, которые он услышал. Многие люди даже не верят, что нужно делиться Евангелием с евреями. Где Писание, оно призывает, чтобы быть ответственными. И Евангелие призывает нас быть ответственными со всеми, которым мы свидетельствуем. И что Петр делает в этом послании, он из обобщенного послания переходит на индивидуальное послание к каждому человеку. До этого момента, когда он проповедовал, он говорил в общем, в общих чертах. Это очень важные, обобщенные послания, когда он говорил о пророках, о том, что пророки предвещали. Но потом он берет из обобщенного послания, переходит на более личное. И он обращается к людям и говорит, «Вы, дети пророков, и вы, дети завета». И тут внезапно он побуждает их быть подотчетными. И что ведет нас опять к месту Писания, бытия, 18 глава, 15 стих. Прошу прощения, Второзакония, 18 глава. Что он делает? Он использует ту же самую стратегию, что Моисей когда-то использовал. И что в основном говорилось, что Бог говорил через Моисея, что тот, кто не поверит тем словам пророка, который придет, что Бог отсечет его от своего народа. Очень интересно, что когда мы рассматриваем закон возвращения в землю, те, которые хотят отрезать, не дать разрешения войти в землю обитованную, это мессианские евреи. Они хотят их отрезать от приезда. А здесь написано, что те, кто отвергнут Иисуса, те будут отвергнуты, те будут отрезаны. И в Новом Иерусалиме однажды вам нужно будет быть верующими, чтобы войти в этот Новый Иерусалим. И это будет новый закон возвращения. Но единственное условие, что ты должен верить в Иисуса. Я думаю, что очень интересно, как враг пытается перевернуть в сегодняшнем мире, вообще все исказить и перевернуть. Представляете, что где неверующие сейчас входят, а верующие не могут возвращаться свободно. Но, конечно же, это изменится. И я чувствую, что когда мы делимся с Евангелием или с евреем, или с неевреем, у нас должна быть стратегия, чтобы завершить сделку. Когда мы приходим к заключению, мы должны обратиться таким образом, что, ну все, ты услышал то, что я сказал, что ты с этим будешь делать? Иногда мы можем просто обобщенно сказать или сказать послание и оставить так же. Но не все искусны в том, чтобы привести к завершению разговора. И я осознаю, что не все из нас по природе евангелисты, но мы можем обучить себя. Я не люблю использовать эту аналогию, но мне придется. Это как люди, которые в маркетинге, они тренируются, чтобы продать. И, предположим, кто-то хочет вам продать матрас. И прежде чем он предложит вам купить матрас, он расскажет о всех плюсах этого матраса. Как прекрасно этот матрас, о всех плюсах, и кто сделал этот матрас. И как 30 лет вы будете спать, и ничего не будет происходить, и все будет хорошо на этом матрасе, вы будете отдыхать. И внуки и правнуки вырастут на этом матрасе. И после, как вы услышали о всех замечательных вещах об этом матрасе, и потом они говорят, ну все, мне было приятно с вами пообщаться, до свидания. Но они не знают, как продать вам, они не продали вам матрас, они все рассказали. И вот вы рассказали, вы дали такую прекрасную информацию, но вы ничего не смогли сделать с этой информацией, с человеком. Вы оставили его ни с чем. И вот таким образом, большинство разов, мы вот так поступаем. На самом деле, нужно рассказать так, чтобы они услышали Евангелие, и чтобы евреи услышали. Мой кузен, он был верующим. Три года ранее, он пришел к вере, чем я. И вы знаете, что он меня раздражал очень сильно. И я помню, что я хотел иметь то, что он имел, но я не знал, как получить это. И я злился на него. И я помню, что он никогда не делился Евангелием со мной. Он мне даже не сказал, как нужно принять Ишуа в свое сердце. И я думаю, что люди хотят знать намного больше, чем мы думаем. И Петр был очень искусным в этой области. И еще мне как-то сказали, что если у тебя есть возможность сказать всего лишь одно предложение еврею, то, что бы ты сказал? Какое предложение бы ты ему сказал? Большинство людей, которых я обучаю, они не евреи, они верующие. Ну, конечно, я учу и евреев, и не евреев, но большинство верующих не евреев. И когда они меня спрашивают, ну, что мне можно сказать еврею, если у меня есть возможность сказать только одно предложение ему. И я хочу, чтобы вы сейчас записали то, что я скажу. И был один такой человек, который много лет, он свидетельствовал своему другу еврею, и тот никак не реагировал. И он сказал, ну, что я могу сказать? Что я могу сказать? Потому что я столько много провел с ним, и я ничего в ответ не получаю. И вот, что я сказал, чтобы сказать своему другу. Я ему сказала, скажи ему, спасибо тебе, что ты дал мне еврейского обещанного мессию. И раньше он говорил обобщенно. I want to make sure you get time to write this down, so let's just hold a minute. Запишите. Все записали? Has everybody got that? Все уже записали? Okay. Just very simple. Yeah. So thank you for giving me your promised Jewish Messiah. твоего обещанного еврейского мессию. If that's the only sentence you remember from the 20 hours, that's good. I'm sure you remember more, but if there... because very often believers will say to a Jewish person, we love you, we love Israel. Потому что очень часто верующие говорят евреям, о, мы любим еврейский народ, о, мы любим Израиль. We all believe in the same God. О, мы верим в того же самого Бога, что и вы. We believe in the God of Abraham, Isaac and Jacob. О, мы верим в Бога Авраама, Isaac and Jacob. And the truth is, I mean, the average Jewish person, it's fairly meaningless to them. They just think, whatever, they're nice person, but it's kind of meaningless to them. And so, this guy went and he shared this one sentence with his Jewish friend. He had never reacted to anything he said. He just thought he's a nice, harmless Christian. That's all he thought. And he said to him, thank you so much. And he came back to me the next day and I said, how did he react? He said his mouth dropped open, he was really shocked. He said, what do you mean, I gave you my promise Jewish Messiah? What are you talking about? He said, well, he's your Messiah, but I also believe in him. He said, well, it's your Messiah, but I also believe in him. As a Gentile. And so, thank you for giving me your Messiah. Thank you for giving me my Messiah. But what if I'm a Jew? Well, that's what I was just saying. I was just saying, this is mostly for Gentiles. I said, it works in general if you're not a Jew. If you're a Jew, then you do the other 19 hours I just spoke about. If you're a Jew, then you do the other 19 hours that I just spoke about. It's much easier if you're not a Jew. If you're a Jew, then you just get persecuted. So non-Jewish people, they got more blessed. Certainly, certainly with that one line, you do. You have a good one line. No, конечно, только с этим предложением может быть и лучше. Well, you know, of course, I mean, that's everything we've just read about how Peter witnessed to the Jews. That's the pattern that you should follow. But the point is, it's really important to have, because sometimes we have a very short window to share with somebody. And sometimes we can say a lot, but nothing that really impacts a person. So sometimes you have 30 seconds or a few minutes. In fact, a friend of mine when I lived in New York City, he was a Jewish believer. And he was a very interesting guy, a very, very Jewish New Yorker. And of course, there's a few million Jews in New York. And lots of Orthodox Jews. And all he did was, he printed big, he had these, I don't know why it was pink, but he had these big pink pieces of paper. I don't know, why he chose the red paper. He chose the red paper. And the only thing on this piece of paper was just a part of one verse. And the only thing on this piece of paper was just a part of one verse. From Isaiah 53. And just the verse that says, I think it's verse 6, it says, all we like sheep have gone astray. And that was it, just that one verse. And he'd walk up to an Orthodox Jew and he would just stand there and he would just give him the piece of paper. And then the guy would say, well, you knew, so what are you trying to say to me? And he said, this is God speaking to the Jewish people, saying you've all gone astray. And then the Orthodox Jew would tell him, well, yes, that's talking about you, you've gone astray. And then they'd get into arguments, trying to show why the other one's gone astray. And then they'd get into arguments, trying to show why the other one's gone astray. So maybe that's the answer to your question. You know, just any any simple one-liner, something simple and short. Yeah, just short and that will draw attention, right? Yeah, yeah, something that's impactful. Just anything that starts to start conversation. Basically, we need to be creative how are we going to do it? When I lived in New York City, we got some stickers printed, like thousands of stickers. And basically, it was a white sticker with a blue, the colors of the Israeli flag, and it was like a Torah scroll, and it said Isaiah 53 in the middle. And I know Isaiah 53 is not in the Torah, but it was like in that format. And then all it said was Isaiah 53 in the middle of the Torah. Nothing else, just Isaiah 53. And we paid to get the stickiest sticky stuff on the back of the stickers that you could get, so it would be very difficult to peel them all. And then we, there was a synagogue about maybe 30 feet from where I live. And then just on the telephone poles, we put Isaiah 53 stickers just on the poles near the synagogue. And it was extremely difficult to get those stickers off. And then every single morning, I'd come back, and there were fingernails that they had taken hours to like pull off just Isaiah 53 and nothing else. And we put thousands of them all over New York. And so the point is that whoever was so irritated that they took 20 minutes to take the sticker all. And I don't know, кого-то сильно раздражало, но, представляете, даже 20 минут они сидели и срывали и думали об этом. They were forced to think about Isaiah 53. And then I'd put a sticker over the next one, the next one. There was no verse, only just Isaiah 53. Just Isaiah 53. And obviously they knew what we were talking about, but they were trying to take it all for the time. And so I kept on looking for a Jewish guy who had very short fingernails. So all these are possibilities that you can do. And it is one of the possibilities that you can do. What's that? She said, so what the result was? Why did you do that? Just for the sake of witnessing? There were some, actually it was, there was a congregation that we are part of that printed them. Это была община, которую я ходил, это часть общины, и это был проект общины. Obviously, if things like that, we wouldn't see the results. Когда мы делаем такие подобные акции, мы не видим результата. But they were a seed planted. Но это семена, которые посеяны. Because, you know, obviously, but then there's more tangible things where we could actually stand and talk to a person that we would do as well. Но далее у нас были такие же акции, где мы стояли и пытались войти в разговоры. Вот тогда уже было нам немного сложнее. And actually, of course, you guys were more part of this history. But when, before the Iron Curtain fell, when Russia would not allow the Jews to come out of Russia, or the, not just Russia, but this area, you know, the Jews struggled to get to Israel to come out of the Soviet Union. There was actually a march in New York City with over 10,000 Jews involved. And, you know, the Jewish community in America really was campaigning for the Jews to be released out of the Soviet countries. И еврейское общество в Америке, они протестовали, они поднимались в защиту еврейского народа, который находился здесь в бывшем Советском Союзе. And so, the Jews actually made it like an arm band that they put around their arm that said, let my people go. И что евреи сделали, евреи в Нью-Йорке сделали? У них были повязки на руках. И было написано «Отпусти мой народ». Which, of course, was the words that Moses used to care of. And then it showed, it showed a fist punching a brick out of a wall to try and get, you know, punching the brick out of a wall. And it was 10,000 Jews marching on the Moscow embassy in New York. And so, how could someone call to Jewish ministry resist this temptation to go and witness to them? And представьте себе, как, если кто-то, который является в еврейском служении, как может остановиться от такой возможности, где встретиться столько много евреев и чтобы не засвидетельствовать им? И мы взяли эту тему «Отпусти мой народ». И мы использовали эту тему и мы сделали такой флэрочек. И мы с этой темой «Отпусти мой народ» и подготовили послание. И мы говорили о теме как затверделые сердца. И мы говорили о том, как у фараона сердце было ожесточено и он не хотел отпускать свой народ. И мы также говорили о том, что сердце Кремля так же была ожесточена, что не хотел отпускать народ. Потом мы спросили в этих листовках, рассматривали ли вы, что мы ожесточили свои сердца по отношению к Богу? И мы суммировали в ключе, что Ишуа исполнил все пророчества. И мы раздали сотни тысяч таких вот листовок. и иногда, когда вы раздаете листовки, вы стоите и встречаетесь лицом к лицу с человеком, а иногда вы просто проходите мимо и просто раздаете, идете дальше. И мы в процессе этого услышали, как еврейский папа разговаривал с своим сыном. И сын спрашивает, папа, а что эти листовки означают? Он говорит, сынок, это евреи, которые верят, что Иисус есть Мессия. Он не сказал, что мы верим в это или мы не верим. Он просто сказал, что это евреи, которые верят, что Иисус был Мессия. И сынок послушал папу, сложил эту листовку и положил себя в карман. И мы знаем, что семя было посеяно. И мы знаем, что семя было все, что нам нужно. Нам нужно предоставить им что-то, что побудет их потом ответить. Поэтому я хочу вас стимулировать тому, чтобы мы все подумали о идеях, которые вы работали. Something to break the ice, to start conversation in that direction. Что-то, что может разбить вот этот холод и чтобы разговор состоялся. И, как в 25-м стихе, Деяние, третья глава, написано, что вы сыны пророков и вы сыны завета, которые завещал Бог отцам нашим, which God made with our fathers. С которым Бог сделал этот завет с нашими отцами. So he goes from Moses to quoting Samuel and the prophets, начиная от Авраама, потом Моисея, потом обращается к пророкам. And then he goes back to Abraham. И возвращается опять к Аврааму. And then he says, speaking of the covenant that God made with Abraham, he says that in verse 25, he says, saying to Abraham, and in your seed all the families of the earth shall be blessed. Again, bringing it back to a Jewish context, speaking of Abraham's seed. And of course, Yeshua came out of Abraham's seed according to the flesh. Then he says in verse 26, and by the way, a lot of people think that Romans 1.16 is the only scripture that speaks about to the Jew first. But there's many others and this is another one verse 26 here is another one 26 it is another one of the Bible where it says to you first speaking to the Jews God having raised up his servants Jesus sent him to bless you in turning away every one of you from your iniquities and I love this one because we always talk about blessing Israel and many in the church want to bless Israel the way that you bless Israel is by presenting Yeshua to them because says God raised up his servant Jesus and sent him to bless you by turning you away from your iniquities and this is the greatest way we can bless Israel it doesn't mean we don't bless them in other ways financially or different kinds of help the greatest way you can bless them is by presenting their Messiah to them and this is the one thing that a lot of believers don't want to do because they're afraid of rejection or whatever the case might be and so this has become a problem are we out of the one hour normally someone puts it a five minutes or are we still okay just check because I want to know if I should start the next section or not you know okay I'll be good okay I think it's about 50 all right no problem well let's go to to another of Peter's sermons to the Jewish people let's let's look at one of Peter's which is Acts chapter 2 Acts chapter 2 and we're going to start at verse 14 we have got five minutes left okay but we can at least get started of course we all familiar with these with this really it's a classic message that Peter preached to the Jewish people this is when God poured out his Holy Spirit on the Jewish people in verse 14 this is when people were saying you know are they drunk with wine or what is it because people were speaking with other tongues and in really different languages that weren't their own and it says if we go back to verse 5 there was dwelling in Jerusalem Jews devout men from every nation under heaven and I just love the strategy that God gave Peter here people in I don't love during during the feast of Pentecost because during the feast of Pentecost the Jews that come from all over the world it says from every nation under heaven Jews have come всего края земли, здесь так написано, что интересно, что Петр решил проповедовать, и Бог решил излить Дух Святой, и они все были наполнены Духом Святым, представляете, евреи, которые приехали туда из всякого народа под небом, и, конечно же, мы знаем, что если эти народы пришли, которые под небом, были наполнены Духом Святым, и когда они вернулись домой, можете представить, что они поехали домой наполнены Духом Святым, и это одно из благословений, которые мы имеем, когда мы проповедуем Евангелие в Иерусалиме, потому что туда съезжаются все евреи со всех краев земли, и я не знаю, как и когда это случится, но я верю, что евреи, которые живут в разных концах земли, они съезжаются в Израиль, и придет время, я верю, что они вернутся опять в те же самые страны, откуда они вернулись, и будут проповедовать Евангелие, и в свои культуры, откуда они приехали, и я думаю, что поэтому и вот вы приехали, и вот вы здесь, и вот это вот то, что произошло, И Петр объясняет здесь, что он делает. Когда произошло массовое излияние Духа Святого, Петр включается и говорит о том, что происходит, он объясняет им. И он говорил, что не удивляйтесь, потому что эти люди, они не пьяны. И потом тут же он идет и обращает народ к тому месту, то, что пророки сказали. Но в этот раз он идет к пророку Яилю, и он цитирует пророка Яиля. И он цитирует Яиля вторую главу как Бог будет изливать Духа Своего на всякую плоть. И я думаю, что сейчас время для перерыва. Поэтому я думаю, что мы...